И давайте с вами вспоем, прежде чем перейдем к слову посвящению, песня «Тень, яркий свет». Тень, яркий свет, ты можешь обратить, да в ответ, ты можешь душу грешника взять, от смерти спасти. Бог, без тебя душа каменеет моя, но снова сделать нежно ее можешь ты. Голод и жажду, дай мне по слову Твоему, нет ничего, что может заменить тебя. Голод и жажду, по слову Твоему, дай мне желание еще больше знать тебя. «Тень, яркий свет, ты можешь обратить, да в ответ, ты можешь душу грешника взять, от смерти спасти. Бог, без тебя душа каменеет моя, но снова сделать нежно ее можешь ты. Голод и жажду, дай мне по слову Твоему, нет ничего, что может заменить тебя. Голод и жажду, по слову Твоему, дай мне желание еще больше знать тебя. Аминь. Господи, мы благодарны Тебе за верность Твоего назидания, Господи. Благослови эти несколько минут Слово посвящения Иисусу и ободри нас в них, Господи. Слава Тебе, Христос. Благодарим Тебя за Твою верность ежедневного освящения, Иисус. Благослови, Господи, эти несколько мыслей. Во имя Твое молимся и просим. Аминь. Аминь. Итак, сегодня у нас 23 июня. И давайте откроем с вами книгу-притч 23 главу. У меня экран куда поделся. Ага, хорошо. И прочитаем с вами с 17 по 19 стихи. Да не завидует сердце Твое грешникам, но да будет оно во все дни в страхе Господнем. Потому что есть будущность, и надежда Твоя не потеряна. Слушай, Сын Мой, и будь мудр, и направляй сердце Твое на прямой путь. Итак, великолепные стихи. Я думаю, мы можем немного поразмышлять о них. И уверен, что это будет в назидание и ободрение нам эти размышления в завершенной работе. Итак, да не завидует сердце Твоем грешникам. Если взять определение грешников, то одно из определений грешников это потерянные, отчужденные люди. Или другое определение существительного слова грех это не попасть в цель. Люди стали потеряны прямо с грехопадения Адама. И вот в этом стихе идет повелительное наклонение. В повелении не завидует сердце Твое. Какое сердце мы можем сказать? Это сердце новое, которое может различать. Это сердце, которое все видит через свет Иисуса Христа. Что означает свет Иисуса Христа через истину Иисуса Христа. Через истину Иисуса Христа, как мы дальше будем говорить. Через мудрость Иисуса Христа, что является Словом Божьим. Почему не завидует? Каким бы этот грешный мир не выглядел ярким, а он выглядит ярким. В нем всегда будет эта падшая природа, у мира, у которого нет Иисуса Христа. Мы видим это в картине в Матвея 4 главе, в разговоре, в диалоге Иисуса Христа с дьяволом. Помните, там ведется диалог и в одном из, так сказать, обращений дьявола Иисусу Христу, он просит поклонись мне. Он показывает ему свое царство и говорит поклонись мне. Почему? Потому что этот грешный мир, он является ярким и притягающим, если можно так выразить. Он манит к себе. Но здесь говорит, да не завидует сердце твое. Потому что 18 стих есть будущность. Итак, для тех, кто только подключился, мы открыли притчу 23 главу 17 по 19 стих. И 18 стих, потому что есть будущность. Интересно, на английском языке это слово переведено как конец. В оригинале оно переводится как, можно, один из переводов от начала и конец. Потому что этот мир судит с точки зрения, что вот у них есть начало жизни и будет конец жизни. Потому что, в общем-то, этот мир судит и основывает свою жизнь на, в общем-то, теории эволюции. Что их жизни придет конец. И он хочет с точки зрения земной мудрости, с точки зрения ветхого сердца взять для себя все. И приходит к безответственной жизни. Что, что бы он ни сделал, это все не имеет смысла. Это все исходит из точки зрения жизни по теории эволюции. Что есть начало и конец, и, в общем-то, потом нету никакой жизни. Это все обман. И мир этот грешных людей и также отчужденных, потерянных людей одновременно живет именно такими мыслями. И он яркий, как мы с вами сказали в Матфея 4 главе. Но, и в 17 стихе, говорится, да не завидует. И 18 стих, а надежда твоя не потеряна. Или другой перевод этого стиха, этого слова не потеряна. Она не будет отсечена от тебя. Здорово, да? В Иисусе Христе наша надежда, основанная на вере в Иисуса Христа, на принятие Его в нашего сердце, на принятие Его спасения, не будет отсечена. Мы никогда не будем отсечены. Но в нашем новом сердце мы способны видеть всю мудрость, вернее, все происходящее через призму, через мудрость Слова Божьего. Что на самом деле происходит? Мы обнаружили яркость, свет, великолепие, красоту именно в Слове Божьем, как, например, говорится в одном и в Салме, как вы помните, проходили с вами однажды, как в Салмопеве споет. Одного только я вожелал, это созерцать красоту Господнюю. Мы с вами увидели другой свет. Ну, так, и еще я хотел с вами поделиться. Итак, надежда твоя не будет отсечена. А этот мир базируется на земной мудрости, которая ведет их к беззаботности, безответственности, но в то же самое время незащищенности, страху и сомнения. Люди, а в такой жизни, люди в такой жизни находятся в этом страхе. Далее, если мы с вами можем поразмышлять еще, посмотрите. Люди в этом мире, ярком мире, в своем свете, я размышлял недавно и в разговоре с одним из верующих, хотят дать самое лучшее, допустим, своим детям. Детям, допустим, самое лучшее обучение, образование. И если это только то заведение, где не преподносится Иисус Христос, пусть оно даже будет самым дорогим или престижным, но он по-прежнему является падшим, или, как говорится в 17 стихе, грешным, и он может увезти, он не может, а он по-прежнему не дает людям спасения. Более того, участь в таких учреждениях, он не спасает от страха и незащищенности. Почему? Потому что в этом грешном мире люди не защищены, и они ищут значимости. И в размышлениях мы в разговоре говорили однажды, что один из способов значимости в этом грешном мире люди выражают или пытаются найти в превознесении греха. Давайте, или в возвеличивании греха, это Римлянам первая глава, вы можете прочитать это. А мы с вами нашли другую мудрость, это мудрость небесная, это церковь, и надежда наша в Иисусе Христе не может быть отрезана. Мы нашли с вами небесную мудрость, которая раскрывает нам пути, которая на каждый день дает нам спасение, которая дарует нам эту удивительную жизнь в Господе, в теле Иисуса Христа. И 19 стих говорит, слушай, сын мой, и будь мудр, и направляй сердце твое на путь прямой. Этот путь является прямым, хотя другие пути, как этого грешного мира, миру кажутся прямыми. Но он основан на мудрости земной, а путь Господа Иисуса Христа и мудрость Его являются прямыми путями. И в 19 стихе, слушай, сын мой, и будь мудр, и направляй сердце твое на прямой путь. Только лишь посредством каждодневного и постоянного слышания мудрости Божьей мы позволяем Богу вести нас, спасать нас на каждодневном спасении и быть в этом наслаждении жизни в Иисусе Христе. Это удивительно. И это благодать, которая дарована нам от Бога в этой жизни благодати. Аминь. Благослови вас Бог. Спасибо. Это небольшая мысль, которая была на сегодня. Субтитры создавал DimaTorzok